Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа по существу. И я ее ведущая Татьяна Трофимова. В гостях у нас управляющая республиканским отделением пенсионного фонда Роза Алексеевна Кондратьева. Здравствуйте, Роза Алексеевна! С 2014 года вступил в силу порядок нового формирования пенсий. Что нового, какие новшества? Расскажите нам, пожалуйста. В конце прошлого года были приняты целый пакет законов, касающихся пенсионного обеспечения граждан. В первую очередь граждане должны определиться, как будут формировать свою пенсию, как они будут инвестировать в пенсионные накопления, где будут формировать, в каких фондах. Это, в общем-то, по накопительным пенсиям. Второе, это крупные изменения, касается порядка формирования досрочных пенсий. А вот с 2015 года вводится страховая и накопительная пенсии. Что это значит? Какие новшества, какие изменения за собой влечет? Сегодня граждане получают пенсию в рамках обязательного пенсионного страхования, трудовую. Она состоит из трех частей. Страховой части, накопительной части и фиксированного базового размера. С 2015 года в стране вводятся две пенсии, отдельно страховая пенсия и отдельно накопительная пенсия. Надо заметить, пенсионные права граждан отныне будут исчисляться в коэффициентах. То есть за каждый отработанный год отдельно будет определяться пенсионный коэффициент. Максимально можно за один год заработать 10 годовых коэффициентов. Также установлены требования для установления страховой пенсии. Как и прежде, пенсионный возраст граждан для выхода на пенсию не изменился. У женщин 55 лет, у мужчин 60 лет. Новшества. Установлены минимальные требования к стажу для назначения страховой пенсии. Сегодня, если установлен минимальный стаж 5 лет, то 2025 года не менее 15 лет. Вот за эти 10 лет, будет переходный период. По каждому году определенный необходимый стаж нужен будет иметь. Кроме того, установлено минимальное количество пенсионных коэффициентов, которые необходимы для назначения страховой пенсии. За весь период трудовой деятельности не менее 30 коэффициентов. Для примера, за 15 лет работы на заработной плате в рамках минимального размера оплаты труда, можно заработать эти 30 баллов. Также я хотела сказать, к страховой пенсии выплачивается фиксированная выплата. Это наподобие ныне фиксированного размера пенсий. А вот какие изменения ожидаются по досрочным пенсиям и будут ли они вообще? Досрочные пенсии, если до настоящего времени выплачивались независимо от того, работодатель участвует в порядке формирования этих пенсий, не выплачивает независимо от того, при наличии специального стажа необходимого, наличие в перечне должностей этих рабочих мест назначалась досрочная пенсия. Это по так называемым спискам номер 1, номер 2. С прошлого года введены дополнительные тарифы на такие рабочие места, при этом независимо, какие вредные, опасные условия труда они имеют. Вот принят отдельный закон о специальной оценке условий труда, в соответствии с которым работодатели до 2018 года должны привести специальную оценку условий труда и на этих рабочих местах опасных и вредных должны присваиваться соответствующие подклассы. С учетом вот установленных подклассов будет работодатель уплачивать дополнительные страховые взносы. И по этим рабочим местам при наличии дополнительного страхования будет назначаться и досрочная пенсия. Еще надо заметить, законодатель предоставил возможность досрочного пенсионного обеспечения как в государственном пенсионном фонде, так и негосударственном пенсионном фонде. То есть это по-другому означает, работодатель по согласованию с трудовым коллективом, с теми же работниками, которые работают на этих рабочих местах, могут уплачивать дополнительные страховые взносы в тех же размерах в негосударственном пенсионном фонде. И человеку может быть назначена досрочная пенсия до достижения общеустановленного пенсионного возраста через негосударственный пенсионный фонд. А также вот через пенсионное законодательство усиливается поддержка материнства. Что изменится в этом отношении? Вот хотела заметить, как и прежде, в страховой стаж будут включены иные периоды, как и сейчас. В составе иных периодов есть у нас период ухода за детьми в действующем законодательстве до настоящего года. Перед ухода за двумя детьми в общей сложности до трех лет. А вот с этого года, с 2014 года, иные периоды включаются перед уходом уже за тремя детьми. А с 2015 года будет включаться перед уходом за четырьмя детьми. В иных периодах 6 лет может зачитываться перед уходом до полутора лет за каждым ребенком. При этом, надо заметить, за уход за ребенком один год ухода тоже дифференцированно увеличивается. За первым ребенком за год ухода присваивается 1,8 коэффициента. За вторым ребенком 3,6. За третьим и четвертым за каждым, значит, по 5,4 коэффициента. То есть, если мама одновременно родит двойню, то эти суммы приплюсовываются. Это такой существенной поддержки материнства через пенсионное законодательство. Вот впервые мы встречаем. И, Роза Алексеевна, может быть, Вы что-то могли бы посоветовать молодым людям, которые сейчас только начинают работать? Какие-то предостережения, возможно? Очень важно, новое пенсионное законодательство особую норму выделяет накопительные пенсии. Мы уже в начале передачи это сказали. Поэтому молодым людям, и тем даже, которые трудятся, и те, которые приступают, надо очень внимательно отнестись к пенсионному будущему. Сейчас законодатель определил, если человек не будет выбирать, будет он формировать накопительные или не будет, то есть прежде они назывались молчунами, в таком случае у них будет формироваться только страховая пенсия. Если человек выбирает не государственный пенсионный фонд или инвестирование пенсионных накоплений в частную управляющую компанию или в государственную управляющую компанию, в таком случае у них наряду со страховой пенсией будет формироваться и накопительная пенсия. Надо иметь в виду, если человек принимает решение все направить на страховую пенсию, конечно, у них большие права формируются в страховой пенсионной системе, то есть при получении страховой пенсии. Ни в том, ни в другом случае, конечно, граждане должны знать, ни в том, ни в другом случае они не теряют свои права на получение пенсии, но индексация страховой пенсии может осуществляться большими темпами, чем инвестиционный доход, который у нас получают не государственные пенсионные фонды или при инвестировании пенсионных накоплений. Здесь надо принимать продуманно, особенно тем молодым гражданам, которые будут приступать к работе с 1 января текущего года, им предоставляется возможность выбора не государственного пенсионного фонда или выбора инвестиционного портфеля управляющих компаний. В течение пяти лет они после того, как приступают к работе, могут написать впервые заявление. У них такое право будет. И даже еще надо заметить, в предыдущие годы опыт жизни показал, краткосрочные инвестирования, они малодоходны, поэтому заявление сейчас подается один раз в пять лет, и инвестиционный доход также будет считаться, гарантироваться по инвестированию в течение пяти лет. Какие-то, может быть, будут особые привилегии у сельских жителей? Надо заметить, впервые пенсионное законодательство содержит поддержку жителей сельских населенных пунктов, которые проработали в сельскохозяйственном производстве не менее 30 лет и продолжают проживать в насилии. Ну, в настоящее время, конечно, не работают. По таким гражданам с 2016 года будет увеличена фиксированная выплата на 25%. В течение двух лет, в 2014 и 2015 годах, правительство Российской Федерации будет определять перечень таких должностей и рабочих мест, гражданам, работа в которых засчитывается для увеличения фиксированной выплаты. Спасибо, Роза Алексеевна, за полезную и очень интересную информацию. Я напоминаю вам, в студии мы беседовали с Розой Алексеевной Кондратьевой, управляющим Республиканским отделением Пенсионного фонда России. С вами была я, Татьяна Трофимова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова